В эфире культурный гид по мульти культурной жизни сибирской столицы. В этом выпуске узнаем, почему Париж – это праздник, который всегда с тобой. Увидим рыцарский турнир и услышим завораживающий дуэт Органа и Кларнета. В Москве завершился телекинофорум «Родные тропы», в котором проект «Мир наций» стал финалистом. Он вошел в список лучших медиапроектов о межнациональной дружбе и сотрудничестве. О том, как проходил сам форум, готов рассказать мой коллега Антон Михайловский, который стал участником события. Антон, я тебя приветствую. Расскажи, как претенденты на победу встретили друг друга и откуда приехали участники. Да, Настя, привет и тебе. Для начала скажу несколько слов о самом форуме «Родные тропы». Это своеобразная площадка для общения и обмена опытом профессионалов в области кино и телевидения, каждый из которых в своих работах рассказывал и показывал нашу многонациональную Россию, традиции, дружбу народов, особенные места и выдающихся людей нашей страны. Всего на конкурс было отправлено около 70 работ из 16 регионов. Это и Пенза, Тамбов, Саратов, Таганрог, Великий Новгород, Новосибирск, Москва и некоторые другие. И как ты уже догадываешься, выбор победителей был очень непростым занятием. Антон, а в каких номинациях рассматривались сами работы? Всего номинаций было шесть. Это лучший медиапроект об истории родного края, лучший этнографический, экологический проект, проект о межнациональной дружбе и сотрудничестве, а также лучший документальный фильм и лучший визуальный проект. Что касается жюри конкурса, то оно отбирало победителей под председательством заслуженного деятеля искусств России Алексея Погребнова. Напомню, что проект телеканала РБК Новосибирск вышел в финал как лучший медиапроект о межнациональной дружбе и сотрудничестве. Также отмечу, что документальное кино лидировало на телекинофоруме. Много победителей определилось именно в этом жанре. Например, лучшим медиапроектом об истории родного края назвали работу об истории московских трамваев, а лучшим документальным материалом фильм «Доктор Лиза» о жизни выдающегося доктора Глинки. Насколько я понимаю, кроме знакомства номинатов и церемоний награждения участников ожидала насыщенная программа. Да, Настя, программа оказалась действительно насыщенной. Я бы назвал ее даже просветительской. С секретами мастерства с авторами работ поделились известные телевизионщики и продюсеры Алексей Юдин, Равшан Аскеров, Александр Гольбург, Герман Трегубенко и Павел Богатыренко. Отмечу также, что начинкой телекинофорума стали мастер-классы, экскурсии, кинопоказы работ участников, а еще номинанты и гости родных троп поучаствовали в интеллектуальной игре «Фан-стория», посвященной кинематографу. Спасибо, Антон Михайловский, о том, как проходил один из самых престижных телекинофорумов в Москве «Родные тропы». Под завораживающие две торганы и кларнеты новосибирцы почтили память российских немцев. Все началось в 1941 году. Указом от 28 августа началась масштабная операция по выселению немцев из Поволжья в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. В 188 эшелонах ютились 452 тысяч человек. За время перевоза многих высаживали в степи, где семьями они умирали от голода и холода, а оставшиеся в живых достигали пункта назначения, где трудились, чтобы выжить, а выживали, чтобы трудиться. Прошло много лет, но слезы на глазах не высыхают у очевидцев этой страницы истории. Рекса Ти «Дуэт музыкальных инструментов, который разрушает спокойствие. Бах, Шуберт, немецкая классика, электронный орган, клавишами сплетается с мелодикой кларнета, кафедральный собор, молча, внемлет». «Репертуар подбирался в соответствующих датах, поэтому произведения медленные, духовного содержания, поэтому здесь очень важно вот эта вот линия. Композиторы не только немецкие, но и были французские композиторы, но это все связано с духовной музыкой». День памяти и скорби российских немцев. Десятки тех, кто все еще помнит, кто до сих пор оплакивает. Евгений Казаков сдерживает душащие слезы. Столько лет прошло, как он потерял членов семьи и учился жить заново. «Дедушку расстреляли, бабушка на севере погибла, родственники тоже все и так далее. Потом они, конечно, и так далее. Так что, ну вот, мама осталась со мной, меня вывезли из Северо-Томской области, так нелегально и так далее. Я получаю права репрессированного. А так как и всех». Новосибирцы понимают, что это не праздничный день, а день с синонимом созерцания. Процесс переселения немцев стал одним из самых масштабных. В период Великой Отечественной войны в Западной Сибири сосредоточились 90% российских немцев всей страны. Больше всего оказались на Алтае, в Омске и в Новосибирске. Очень много мужчин было репрессировано на кузбасские шахты. Сегодня российско-немецкий дом делает все, чтобы современная Германия в глазах новосибирцев оказалась настоящей, гостеприимной и открытой, живой, современной и великодушной. Дети одной истории могут жить дальше, только научившись уважать друг друга. «Современная Германия – это очень открытая страна. То есть ты чувствуешь себя, конечно, зависит от какого города. Если едешь ты в Берлин, то видишь, какой он динамичный, какой он молодой, какой он развивающийся. И я думаю, каждый для себя, например, российский немец или просто молодой человек, молодая девушка из Новосибирска, из Сибири, найдут какие-то интересные точки соприкосновения. Если, например, кто-то любит больше традиционного, то можно в Баварии, в Мюнхене посмотреть вот именно эту традицию». Анастасия Овчар, Яна Скоморохова, Мир наций. Праздник, который всегда с тобой. Новосибирцы, доверившись впечатлениям Хемингоя Парижа, решили использовать оставшиеся теплые вечера с пользой, изучая французский. Сибирики вообще трепетно относятся к интеллектуальному багажу. Многие уже знают несколько иностранных и постоянно обогащают лексику, записываются на языковые курсы. Вот и сейчас делают акцент на экспресс-курсах для путешествий, где не нужно мучительно вникать в грамматическую структуру. Все универсальные фразы и разговорные ситуации уже придуманы. Их остается только запомнить. Сами полиглоты рекомендуют изучать языки в сжатые сроки. Путешествие сегодня перестает в принципе быть чем-то экстра недоступным. Быть космополитом и лояльным к другим нациям – это в первую очередь уважать себя. Понять другую культуру – это самое приятное хобби, которое затягивает, и остановиться просто невозможно. Итак, за что стоит влюбиться во Францию, почему изучение языка – это всегда психология, мы спросили у сибирячки, которая долгое время жила в стране лавандовых полей, гастрономического праздника и мелодий аккордеона. Попадая в эту страну, тебя окружает песня и вечный праздник. Это крем-брюле с карамельной корочкой и виноградной улитки по-бургундски, паштет из трюфели и бисквитное печенье Мадлен. Но это только гастрономический рай. А в раю, как и положено, должно быть много составляющих. Сибирячка Мария Прокина посчитала нужным поделиться своими знаниями о стране и научить языку всех, кто решил своими глазами увидеть Тулузу, крепость, Монсен-Мишель, Лувр и Анси. Экспресс-курс французского придумала как панацею от стеснений и психологического зажима перед носителями языка. Все парижане, они свою жизнь описывают тремя словами. Метро, було, додо. Это значит метро, було – это работа, додо – спать. То есть вся их жизнь заключается в этом. Почему? Потому что когда вы живете в Париже, то это дорого. Чтобы там жить, нужно много работать, чтобы оплатить жилье, еду, чтобы заниматься какими-то развлечениями, хобби. И французы именно в Париже. Парижане, они непосредственные, независимые, они самодовольные, они чуть-чуть эгоистичные, конечно, потому что французы, они все считают, что Франция – это самая лучшая страна в Европе. И французы, парижане, они это не скрывают. Если в других регионах как-то более скромно так, то когда приезжаете в Париж, они вам скажут, что Париж – это самый лучший город, Франция – лучшая страна. Если на «ты» с человеком можно сказать «салют», да? Смотрим следующую строчку. «Салют», «рек, пока». Т-буква на конце слов не произносится. Мы ее зачеркиваем и пишем сверху «салют». Потому что в фильмах иногда слышим «салют». На «ты» с человеком и с французским языком приходят учиться новосибирцы, которые жаждут познать мир и стереть границы на политической карте мира и в своем сознании. Эрудиция и кругозор – лучшая одежда уверенного человека. Для Маргариты, ученицы экспресс-курса по французскому, это третий иностранный. Для большинства людей, которые с языками на «вы», главной проблемой все-таки является стеснение, а не плохая память. Бывает, что в твоем словаре и лексике вроде достаточно, но составить простейшее предложение не получается из-за неловкости. И над этим важно поработать каждому путешественнику. Не надо стесняться. Преодолеть этот барьер помогает только практика. Вот сразу, как начинаем изучать иностранный язык, сразу практикуем. Знаем два слова, знаем три слова, несколько предложений и сразу разговариваем. Сейчас у нас все границы открыты, поэтому нам несложно найти какого-нибудь носителя языка любого и с ним уже практиковать. Так в свое время я делал с итальянским. Поехать, чтобы познакомиться с этой загадочной Францией, про которую все говорят. Потому что она на самом деле такая, как мы ее видим в фильмах, это правда. И то, что французы смешно говорят, как мне многие ученики говорят, они что так говорят в жизни, я говорю, да, они так говорят. Париж – это, я могу сказать, образцовый французский язык. Вот то, как вы видите Францию в фильмах, вы приезжаете в Париж, это фильм вокруг вас. Это вот правда, это первое впечатление. Ты смотришь на людей и думаешь, я в фильме в каком-то французском, потому что вот парижане, они такие, как мы их видим в фильме, это правда. Анастасия Овчар, Александр Цепищук, Мир наций. История рыцаря на сибирский лад. Новосибирцы вместе с приглашенными экспертами со всей России и даже Казахстана оживили одно из самых красивых и эпичных зрелищ – рыцарское состязание. Масштабный этнокультурный фестиваль условно разделили на тематические локации. Историческая реконструкция и боевое фехтование «Княжий двор», фестиваль этнических культур «Живая вода» и даже кино на траве. Организаторы, а это в том числе Молодежный центр Содружества и мэрия Новосибирска, предложили сибирькам альтернативу. Вместо домашнего просмотра сериалов – быт, ремесла, культура и воинские состязания жителей Древней Руси и ее соседей. Нога! Нога! Оп! Молодец! Еще! Молодец! Ресталь еще не что иное, как архаизм, который привыкли называть место проведения состязаний. От старорусского рестать, двигаться, бегать. Русские богатыри, салатарганские богатуры и европейские рыцари с достоинством проигрывали и с уважением к сопернику одерживали победы. Зрелищно, мощно и правдиво. Живая иллюстрация средневекового быта. Наша съемочная группа увидела не только поединки, но и узнала у судей накануне ресталища, в чем философия возврата к истории. На ресталище проводится несколько номинаций. То есть это одиночные бои, где, грубо говоря, нужно перефектовать друг друга. И массовые бои, то есть где команда из пяти человек сражается против команды из пяти человек. Задача, чтобы противник все оказались на зоне. То есть уронить подножками, ударами, ударами ноги, щитом. То есть не обязательно именно оружием. Массовые бои, они более зрелищные, потому что представляют такое мини-массовое сражение. Разрешены четыре вида металла. Это сталь 3, самая легкая в обработке, но по весу самая тяжелая. Сталь 65, ресорная. То есть многие мужчины, наверное, поймут, что это такое. Она легче. То есть, ну, весь, опять же, боец обретает какие-то преимущества. У него легче доспех, он быстрее перемещается. Нержавеющая сталь. Ну, плюсы, я думаю, и так понятны. Доспех уже не ржавеет. Это плюс определенный, потому что не нужно его постоянно чистить после погоды, как сейчас. И титан. Ну, здесь плюсы, я думаю, опять же, плюсов массы. Он легкий, он не ржавеет. Его очень тяжело согнуть при попадании какого-то оружия. Интересностей в нашей жизни масса. То есть кто-то катается на сноуборде, кто-то ночами гоняет на больших скоростях, там, или машину свою перебирает, там, мощные двигатели ставит и так далее. У нас это просто тоже определенный вид хобби. То есть это наш интерес. Нам нравится сочетать историю и, может быть, какие-то спортивные, состязательные моменты. Вот и все. То есть просто это наш интерес. То есть для кого-то это уже определенный стиль жизни. То есть много ребят как бы увлекаются только этим, там, изготавливают доспехи. Оружие, ну, из распространенных это обычно одноручные мечи, это топоры. И третий вариант это алибарды. То же самое древко двухметровое с куском железа на верши. Такое оружие двуручное. Боец с этим оружием, как правило, находится во втором ряду, то есть не в первом. Потому что у него какого щита нет, он не защищается. Он эдакий артиллерист, который издалека стреляет. То есть я, например, если со щитом кого-то прижимаю, то есть он уже из-за моей головы наносит удары. Опять же, нужно закрывать его, чтобы к нему никто не подкрасться. Потому что человеком могут, ну, он практически не защищен ничем, его легко свалить. Это европейский тип шлема. Плюс его какие? То, что, во-первых, глазницы большие, то есть хороший обзор. И плюс, так как здесь у нас авентайл кольчужный, бойцу очень удобно дышать. Белыми, синими и красными раскрасили горожане столицу Сибири. Новосибирцы отметили праздник национального триколора – День государственного флага Российской Федерации. Культурным эпицентром стала площадь у оперного театра, а также парки, скверы и набережная. Кроме зрелища и активных развлечений, гражданам предложили и лектории, рассказывали историю российского флага, трансформацию его дизайна и предлагали викторины. Цветам российского флага приписывают множество символических значений, однако не существует единого официального толкования. Самая популярная расшифровка звучит так. Белый цвет символизирует благородство, синий – верность и целомудрие, красное – мужество и любовь. Стоит отметить, что 8 лет назад, в 2009 году, на площади Ленина состоялось торжественное создание живого флага России из людей. Ну а в этом году сибиряки выбрали фестивальный формат торжества со спортивными вкраплениями, акустическим концертом. И, кроме того, весь день у памятника Ленина работал мобильный пункт по сбору донорской крови. Повязать галстук, пройти квест и спеть песню костра. Летний лагерь собрал юных сибиряков на 4 дня, чтобы ребята поняли, разные культуры – не барьер для общения. Межнациональная профильная смена города, дружба города, детство – это настоящая лагерная романтика. Смену посвятили культурам разных народов и изучению их традиций, обучаев и национальных праздников. Каждый день смены прошел с определенной стилистикой – славянской, тюркской и европейской. К слову, полиэтническим был не только состав участников, но и смена вожатых. Белорусы, татары, молдаване, украинцы, корейцы и другие национальности собираются в отряды на подобные смены с 2005 года. И все происходит по уже привычной и полюбившейся схеме – посвящении, построении, мастер-классы и творческие мастерские, историко-этнографические клубы, вечерние дискотеки и, конечно, песни под гитару. Одним словом, калейдоскоп культуры на природе. О других значимых событиях уже в следующих выпусках и ярких вам дней. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин